Как юноше содержать путь свой? Содержать, сохранить путь. Путь жизни, конечной станции, пристани, царство небесное. Ответ дается хранением себя по слову твоему. Один ответ, другого нет. И теперь посмотрите юноши, как воспитываются. Когда говорится юноше, естественно, что вещь идет и о женском роде. Потому что к ним обращения нет. Как по слову себя вести, сохранять, если его не знаешь. Я буду напоминать о событиях, которые происходили в Потеряевке. Один родственник приезжает к нашим, живущим здесь. Ему никто не остерегается, он свой. Он молится. Отдают его молодежь, он с ними. И в один день он научил их пить, курить и все остальное. Даже не за день, а за час. Выехали и все научились. А вы сидите дома, ничего не знаете. Он все научил их. Правда, с ним домашняя мучница по сей день. Не знает, что будет. Хранением себя. А по житьям мы считаем не так. Вот у родителей хорошее отношение с их домовладельцем. Тогда рабовладельческий строй был. Катул. А двое ребятишек стоят, вот такие, как наши. Как Степа. И говорят, тебе не кажется, что наш хозяин в сатане служит? А второй поддакивает. Конечно. А тебе не кажется, что дом его этот богатый, это преисподняя? Ну да. Разговоры-то какие? Разве такое дети будут вести? Чему в школе учат? Хозяин, вот он идет. А он к ним хорошо относится. Хорошие слуги работают. И они говорят, поздоровались? Здравствуйте. И они говорят, а Господин наш Старь Небесный Христос, а не ты? А что не бормочут здесь? А дом твой это ад? А слуга говорит, вот вы даете ему жертвенные животные, которые колятся и с жертвенника подаете хорошее мясо, а они его не едят. Как не едят? Так это же священное. Ну как у нас в просторе. Они его собакам кидают. Да вы что? Расследование все пошли под нож. И вот считаем мы, у Викула ребятишек арестовали. А возраст 7, 8, 9 лет. И он говорит, дать столько ударов палкой каждому, сколько лет ему. И они очень, говорят, сожалевали, что им не больше лет, чтобы больше меня ударили. А было бы лет 14-17. Как содержать юноши путь свой? Тем более в город, из деревни, об этом спрашивают. Если хочешь развратиться, поезжай в город. Это говорит мирской мудрец русский. Развратиться. Там тебя быстро научат. Сейчас где-то ты можешь еще и сохраняться. Но придет время, не сохранишься никак. Учителя, которые учат, что человек произошел от обезьяны. И вот теперь эта обезьяна тебя научат. Ну тебе урок-то надо отвечать. Ты скажи, такой-то человек говорил так-то. А в действительности вот так обстоит. Ответь ему на пятерку. Но ведь нет этого. И уезжают, и приезжают совершенно другими. А из юноши спрос очень большой. И с родителей. Нет такой статьи в законе, чтобы юноша, вот наркоманами, связался с наркоманами. Из дома все тащит. Ему деньги нужны. Ну а что я сделаю? Заявили в милицию. А что мы сделаем? Ну к наркологу поставили, там укол поставили. Это не влияет. Так он пить научился. Нету никакой статьи. А в Святой Библии был закон. Родители пойдут к старейшинам города и скажут, сын наш вырос, моты пьяница. Там не будут говорить, как родители воспитывали. Кто друзья? Моты пьяница. Вы подтверждаете, да? Соседи опросили действительно так. И да выведут его за город. И рука родителей будет на его голове и побьют его камнями. Пьянство исчезло. Это самое сегодня мусульман. Там, я говорю настоящий, там Судан, Тунис. Ни одного пьяного нет. Ни грамма. А почему? Смертная казнь. У нас нет этих законов, но над нами все время висит закон. Другой. Идти служить в армию. Если сейчас где-то, а у нас дымится со всех сторон у государства. Все недовольны. Русских никто не любит. Бескрайние просторы, несметное сокровище. 30% мировых запасов и 13% населения. Этого не могут вечно терпеть. И когда кинутся, защищаться надо. Да как защищаться? Напротив одной головы, одной головы там все равно 100 китайских дивизий, а здесь одна развернута. Ничего не сделай. Ты приучи так, чтобы ребенок и в этой страшной обстановке достиг царства небесного. Сохранил путь свой, о чем Соломон говорит. И Крестья знал, по слову твоему. А как? И вот пример русский. Был такой миссионер, так его называют миссионером, я не берусь утверждать. И он работал среди бурят, спиридон. Ему дали звание архимандрит православной церкви, Кисляков. Фамилия его. И он рассказывает уже о себе теперь, когда приехал. Он был в армии, писал брошюры, как воевать за царя, за отечество. И шли первая мировая война. Ему там дали звание архимандрит. Потом он пришел в чувства и увидел, что живем не по Евангелию. И он говорит, проклинаю свои проповеди, которыми я направлял людей умрить из-за отечества. Я проклинаю то времени, когда я их прищищал и отправлял на смерть. Мне ничего нельзя ответить Богу. Он родился в 1875 году, умер в 1930. Это почти единственный человек тех времен, который перешагнул эту эпоху. И он наконец взглянул и увидел. С константиновского времени власть соединилась. Два престола, патриарши и монарши, соединились вместе. Это называется симфония. Об этом бредят сегодня так называемые патриоты. Святая Русь. Христианское государство. Не было никогда и не будет. Государство это мирское устроение. А государство Христос не говорил. Он только сказал. Кесарево, Кесарево. Да как же в армию идти? Я вот смотрю на вас здесь. Минимум 12 человек сразу уйдут здесь. Объявят сбор до 50 лет. А как можно избавиться? Сегодня можно. Я уже неоднократно об этом говорил. Сегодня официально принятое в Думе решение, кто по религиозным убеждениям не может служить в армии, альтернативный исход. Ты пишешь заявление, у нас есть образец, у меня он есть. Недавно один юноша, не из нашей деревни, но родственник, приходил, все сфотографировал, его в армию призывают. И написать, ссылаться на статьи закона и на Евангелие. Потому что в Евангелии прямо сказано, возлюбите врага твоего. Другого не дается, а не так, что иди убей его. И отнести военкомат. Это должно быть сделано сегодня, а не завтра. Это должно быть сделано минимум за полгода до того, как тебя призывать будут. А это может случиться в один день. Я говорю вам о том, как воспитать юношу, как сохранить по слову твоему. Слово Божие запрещает убивать. А я, говорит, причащал, отправлял на убийство. Один подошел и спрашивает. Вот я сегодня причащился, иду убивать, и кровь его на мне. Какие правила вы нашли, что я должен убивать-то? До него, наконец, дошло. Нашелся человек, верующий, подошел и говорит. У тебя большие неприятности будут. Тебя будут гнать всю жизнь. И ты то, что сейчас проповедуешь, отрекаться будешь. Бог не заповедовал врагов убивать. Он говорит, враг голоден. Что? Накорми его. А он жаждет без воды. Напой его. И дело это, соберешь горящие угли. Так было в времена Елисея пророка. Он ослепил врагов. А они идут и не видят, маршируют. Танки свои тащат по тогдашним повозкам. И не видят, что на небе там конница. А он видит. Завел их в середину. Страны. И говорит, господи. Открывают глаза. Они открыли окруженные войсками. Ох, как царь тут заиграл. Наконец-то попались. Переколочу их. Он говорит, а ты их завоевывал? Нет. Накорми. Раненых перележи. Посади на телеги. И отправь их домой. Да снабди на дорогу хлебом, водой, что получше дают. И написано. И в то время сириями больше никогда не приходили. Вот ответ какой. Ты соберешь горящие угли. И встали посылать. Они говорят, как я пойду? Там люди меня не убили, а я пойду их убивать. Да никогда. Я говорю об истории нашей сегодняшней. Как юноши вот сегодня содержать путь свой. Они ходят в школу. Они свидетельствуют о Боге. Если они встречаются где-то со старшим поколением в университете. Кому они рассказали о Боге? Кого привлекли? Вы посмотрите, даже по сегодняшним меркам вполне можно проповедовать. Я разговариваю с чектантами разных направлений. Но есть из них очень крепкие, воспитанные. И они там свидетельствуют. Образуют кружки и выходят оттуда уже не один. А с ним и другие признают Бога. Содержать путь свой. Так а ты не будешь обороняться? Батюшка подходит ко мне и говорит. Не наш. Я сына своего отдал в секцию борьбы. Без правил. Уметь защитить себя. И что в этом же году у него переломанные кости были. Один из родственников наших, которые стоят здесь, служил в десантных войсках. Он все приемы знает. А другой ничего не знает. Который ничего не знает, стал священником. А того во время драки зарезали. Проходил мимо как будто человек, газетка. А в газете нож. Уголовник. Он ударил сразу в сердце. Это близкий-близкий нам родственник. Но племянники здесь, брат здесь живет. Поэтому сам себя не защитишь. Доктор Гаас попадался преступникам. И когда увидели, что это он. Как они все закричали. Да это он. Это он за нас кондатайствовал. Нам облегчили ущисть свою. То есть в кандалы заковывали. Большой железный стержень. На этом стержне они многие идут. И он сколько они проходят день. 12 километров. Надел на себя оковы и пошел. Так они его сопроводили. Эту шубу обратно отдали ему. Немец. Но трудился для России, для православия. Сегодня еще не поздно. Я уже неоднократно говорил. А ты думаешь, как ты обойдешь-то? У Израиля был закон. Ты строишь дом. Ну, не достроил, построил. Но не жил. Закон гласил. Год можешь жить. Так война началась. Закон гласить можешь не ходить. Женился. В течение года не берут. Утешай жену. Виноградник насадил, а виноград не ел. Еще на год, пока виноград поспеет. До сегодня-то и воевать бы некому было. А вот, однако, Господь защищал Израиль. И написано, что с неба падали камни. Противники бежали через лес. И больше подгибло от камней и от леса, чем от оружия лесского. И сегодня есть возможность. Повторяю. Меня это не волнует. Мой возраст не идет воевать. Но вам надо сегодня решить. И вот этот архимандрит Спиридон. Как он плакал, как переживал. Скольких людей я на смерть послал. Ездил в Израиль, молился. А утешения нет. Тех людей не вернуть в Первую мировую войну. Повторяю. Как содержать, по слову твоему. У нас занятия каждого воскресного. Ваши юноши, стоящие здесь, почти ни один не ходят. Из одной семьи только ходят. Вот сюда он придет отстоять. Почему? Да можно думать о чем угодно. Еще он здесь не запишет. Ничего не понятно. Ну был, был. И не запрет ему приходить еще раз. А слушать. Слово Божие он не хочет. Жизнь твоя в опасности. И очень близко развязка. Очень близко. Совсем близко. Совсем рядом. Когда Господь говорил, ибо приблизило старство небесное, для многих приблизило через убиение. Они были казнены. В Новом Завете мы читаем, как Господь благословлял детей. Приносили. Так же шумели. Но Он их благословил. Мы не знаем, кто каким вырос. Но знаем про одного абсолютно точно. Брал его на руки. И говорил, таковых есть старство Божие. Это был Игнатий. Богомосец прозванный. Епископ Антиохии. Которого довели до Рима. И бросили на арену львам. И они его съели. Остались несколько костей, которые христиане взяли почти. Вот прикосновение Христово должно быть здесь сегодня. А что, к каждому? А я не знаю. А может, он не избранный. А тебе это не решать. От нас это сокрыто. Написано, у Филиппа было четыре дочери. Четыре дочери. Постановение написано. И написано, и были они пророчицы. Это в Новом Завете. И Павел пришел к ним. Как они проповедовали. Как пророчествовали. Ну, хоть бы одно слово написали, чтобы увидеть, есть ли у нас такие. Я могу сказать как. Проповедь Святого Евангелия. Это тайная связь с Богом. Тайная молитва. Как я определяю для Бога. И тяга к Слову Божию. У него обязательно будут вопросы. Он мал. Но придет время. Он придет в совершеннолетие. И он будет такой. Евреи понимают. Дайте нам детей до пяти лет. А дальше делайте, что хотите. Уже не вытряснешь с него. Вот до пяти лет отдайте. Вот мусульмане, это ИГИЛ. Приняли там. Живут из ИДы. Или другие. Приняли детей до пяти лет. Интересно. Отдали их домой. Одного его там выкрали. И он ходит и кричит тексты из Корана. Родители учат. Мы христиане. Сыночек, что ты делаешь? Он отойдите, а то я убью вас. А ему пяти лет нет. Его уже научились автоматом ползать под колючей проволокой. Я не к этому призываю. Научите его быть кротким. Они между собой родные. Это братья немирные. Младший должен уступать старшему беспрекословно. Приучи его к этому. И всячески пресекай сопротивление его. Как пока дитё лежит поперёк лапки. И открой ему местописание. И смотри, предпочтение отдаётся по старшинству. Наследство старства отдаётся по старшинству. Равааму. А другие умнее его были. Я не могу перешагнуть. Я это вижу, но не могу ничего сделать. Давид был малейший. Юнейший написано. И ему царство обещано. А почему не старшему? Потому что в этом доме был пророк Самуил. Приводил сыновей Иисей. Семерых. И думал, вот этот умеет то-то. Вот этот красавец. Он осмотрел на всех. В руках у него турим и урим был. Как показывает, камень не заблистал. А ещё есть дети. Есть? Да есть. Он ребёнок ещё. Пасёт овечек. Надо посмотреть. И только подошёл, и Бог заговорил. И когда помазует, написано. Помазует, мажет. А на него возлил рог масла. Представьте, как у Давыда текло масло по одежде везде. И всё. И царь уже ничего не мог Саул сделать. Он нравится. Он за царя заступается. А царя от Саула отгоняет демонов. Играет на гусле. Ничего. И он гоняется. Бросает копья. Не убить. Не убить. Потому что ближайший к царю сын Иоаннафан заключил договор. Заботиться друг о друге он выдал тайны. Что тебя царь хочет убить. И он бежал. Сегодня страшно подумать. Если бы этого юноша не наставил отец Иисей. Он бы не играл в божественные псалмы. Не писал их. Он бы не играл на том инструменте, который руки его сделали, как он говорит. Это заслуга Иисея. В одном из сыновей проявилась благодать, которую сегодня мы все еще лелеем. Все псалмы написаны им. Как близок Господь каждому, кто хранит себя по слову Твоему. Смотрю, наши девушки в городе идут без платка. Вопрос. А почему ты без платка идешь? Она не может ответить. А ответила. Мир поглотил меня. Но ты от мира хочешь отличаться. Зачем бреешься? Да какие там три волосинки растут? Да Господь-то знает. Он в один день может дать тебе хорошую городу. Ты доверься Ему. И засвидетельствуй. Таким меня Бог сотворил. Я не постигаю на другое. Краски уже в руках. Будут краситься. И ногти, и на руках, и на ногах. Где проводят время? Что они в интернете находят? Мне жалобы на вас поступают, молодежь. Что вы там, какие составляете свои каналы? Что вас интересует? Придет время, ты плакать от этого будешь. Ты утонешь в этом. Научите юноши быть хозяевами. Чтобы не выросли подкаблучники. Чтобы не в силе каждой женщине. Это самая гибельная яма. А они уже туда лезут. А в интернете все открыто. И мне жалуются. Посмотри, что он нас собирал там. Вы понимаете, о ком я говорю? Вам это надо? Придет время, ты будешь вспоминать, почему тебя этому не учили. Я тебе свидетельствую. Ищи. И ответ дается только один. Как юноше содержать себя? Это Екклесиас. Об этом говорит Давыд. Хранением по слову своему. Маленькие картонки сделали себе. Напиши одно место писания, где место глава стих. Повторяй. Едешь ли где? Открыл, опять посмотрел. Чтобы с тобой было Евангелие. Где-то что-то у тебя будет. И человек может обратиться. Один украл. И украл скрипку дорогую. Стал распечатать. И он теперь все силы прилагает найти того, кому она принадлежит. Кто эту книгу оставил, теперь узнал больше. Я с сестрам наказываю. В сумочке ходите. Что у вас там? Перетрясите. Заложите два экземпляра Евангелия. Нового Завета. Нет, приди ко мне, я тебе сегодня же дам. Чтобы мы после смерти свидетельствовали. Юношу содержать. Ты говоришь, как? Он молод, а уже не слушается. По слову. Найди ответ в Слове Божьем. Открой его и скажи, сынок, просчитай. Вот ты не будешь слушаться. В Израиле ты бы был побит. В мусульманстве это вообще недопустимо. Мы христиане. Ты огорчаешь. Родители переживают. Это медленное убиение. Ты уже убийца. С тобой учителя не знают, что делать. Если ты хочешь быть настоящим христианином, открой Библию. Начни сначала. Считай ежедневно Ветхий Новый Завет. И все время думаешь, что ко мне сказал Господь. Я вот сказал сейчас слова, которые как будто ко мне не относятся. Но это в юности. Это то, что дали родители. То, что я услышал от дяди верующих, который первый нашел священство, придя в церковь. А мне родители с тобой говорят, не общайся. Родители мне говорили. У моего отца были очень натянутые, нехорошие отношения с родным его братом. Он тихо. А он Степан Дмитриевич. А ты тихо, Дмитриевич. Родители уснут. Я тайно задамер. По бурьяну. Все равно к нему проберусь и слушаю. А у него уже календари были. Там выписки из Писания были. Жажда. Избери добрый путь. Другого момента может не быть. Не ссылайся ни на родителей, ни на кого. Если ты будешь, какой должно быть, главное это свет. Не словами убеждай, а жизнью. Чтобы они чаще видели тебя на молитве. Пробегает он мимо. Останови его. Я у родителей, они верующие оба. Сын заходит. Папа, благослови. Бог благословит. Я говорю, Андрюша, задержи его. Задержали. Так. Куда он пошел? Большая сумка огромная. Куда? Ну-ка. Ты попроси, чтобы он открылся. Открыл полная вина. Бутылки. А не справляет какой-то сабантуй. Да как же ты благословляешь? Да как так? Я же его учил. Ну сейчас зачем благословляешь, когда не знаешь, он взял сумку при мне. Я сижу у него и потащил. Чем кончится? Сын пойдет грабить, отсидит срок. Ты его потерял уже. Потому что ты не наблюдаешь за ним. Украти юношу. Вложи узду ему. А какой страх Божий? Страх Божий это самая мощная узда. Сынок, ты можешь внезапно погибать. Вот это страшно. Внезапно. В транспорте, в самолете. Вот сейчас только пишут в Москве. ГИБД это стоит. Стоит полицейский. Проверяет документы. На огромной скорости несется. Машина ударила сразу на смерть. В другом месте. Двоих задавил. Кто? Священник. Пьяный. И тоже показывает, как с ним разговаривает. И он вальяжничает. Двоих лишил жизни. А они ремонт вели на дороге. Выставили знаки. Он шип знаки все. Почему? Как содержать путь? И ты будешь знать, как дорогу путь содержать. Приходите на занятия, которые в час дня совершаются здесь. Да дарует Господь нам смысл, чтобы старшие могли преподать опыт жизни. Где тебя поджидает опасность. Почему? Евангелист Иоанн говорит. К юношам обращается. Вы победили лукавого. Лукавый не где-то через женщину. Он еще в раю подошел. Это самая опасная ступенька. И ты на нее уже залез. Оттуда тебе никогда не выбраться. Сегодня время. Сегодня благоприятный день. Чтобы принести покаяние и начать жизнь по-христианским. О чем вот этот Спиридон говорил. Я ездил везде по монастырям. Я не христианин был. Я жил в чужой стране. Это не православные люди живут здесь. Постепенно выдавили Христа из своей жизни. Он не нужен. Он делался у нас на побегушках. Именем Христа только прикрываемся. Чтобы не было этого. Молитва и пост. Самое сильное оружие. Да дарует Господь нам всем дойти и наследовать Царствие Божие. Аминь. Аминь. Аминь.